Крошка Антошка ТВ представляет Вот большой город А вот силуэт машинки А какой машинки? Давай поищем вместе Эта машина подходит? Нет, силуэт и красная машинка разные А значит, ищем дальше Вот приехала еще одна машинка Ой, она не подходит Да и вообще она едет в другую сторону Посмотри на форму следующей машинки Как ты думаешь, это ее силуэт? Нет, не ее Может, этот автобус потерял свою тень? Нет, тень и автобус слишком разные Едет еще одна машинка И снова в другую сторону Это не ее силуэт А тебе нравится угадывать силуэты? Давай проверим, не эта ли машинка потеряла свою тень Очень похоже Все же форма машинки другая Как ты думаешь, сможем ли мы найти нужную машинку? Конечно, сможем! Красная машинка – это твой силуэт? Да, ребята, мы нашли ее Это городская машинка Как интересно помогать машинкам искать свою тень Так, это пустыня А вот и силуэт какой-то машинки Давай смотреть внимательно на проезжающие машинки Эта машинка подойдет? Немного похоже Но это не она Посмотри на форму этой машинки Она совсем другая Это точно не ее силуэт Какая необычная машинка приехала Но она нам не подходит Ребята, сможем ли мы найти нужную машинку? Вот едет еще одна Сравни ее с нашим силуэтом Конечно, это машинка и силуэт одинаковой формы Машинка-внедорожник Мы так долго тебя искали У нас все получилось Мы молодцы Смотри, чертежи разных машинок А это чертеж какой-то необычной машины Давай узнаем, какой Может быть, этой? Нет На этом чертеже другая машина Убираем ее А вот эта? Чертеж помогает нам понять размеры и форму машины И эта машина нам не подходит Кажется, эта машина похожа Давай проверим Нет Детали этой машины не совпадают с нашим чертежом Ее тоже убираем У нас осталась еще одна машина Да, все детали машинки и чертежа совпали Это полицейская машина-внедорожник Нас ждет интересная задачка Вот паровоз Вот яхта Это ракета И машинка-внедорожник Послушай внимательно Какой транспорт издает этот звук? Это не яхта И не ракета И даже не паровоз Правильно Это звук внедорожника Внедорожник Это машина удивительная Мощная, выносливая Которая сможет справиться И с грунтовой дорогой И с песчаным Или каменным бездорожьем Управление внедорожником Требует силы, смелости и ловкости Вот наш внедорожник приехал в гараж И для нас готова новая задача Мощный мотор Прочные пружины И гоночные шины Внимание! Что из этого не понадобится внедорожнику? Конечно! Гоночные шины лишние Внедорожнику нужны большие шины Для бездорожья с грунтозацепами Испытаем их в деле Такая проверка машины Называется тест-драйв И у нас на пути большие булыжники Так Вот для чего внедорожнику Мощный мотор Прочные пружины И огромные колеса Отлично! Проверка доказала Внедорожник Это могучая машина Которая преодолеет Любые препятствия Что это на картинке? Это же красный внедорожник А давайте сделаем пазл из картинки И поиграем Вот кусочки нашего пазла Начнем собирать машину Этот пазл поставим в центр Это его место А второй рядышком Это передняя часть машины Следующий пазл с кусочком крыши А пазлик с задним колесом Сюда А вот еще кусочек с крышей машины Так А вот этот пазл С частью дороги И переднего колеса И рядышком с ним Ставим этот пазлик Давай найдем пазл Который должен быть тут Где же он? Ты его видишь? Ах, да, точно! Вот он! Отлично! Теперь расставим по местам Все уголки Этот сюда А это нижний уголок Вот еще один нижний уголок И последний пазлик Вот сюда Готово! Мы сумели собрать Из маленьких частей Нашу картинку с машинкой На картинке Внедорожник переезжает Через большой ручей Внедорожник Это отличная машина Для приключений И исследований На нем можно смело Пуститься в любую Дальнюю дорогу Ведь внедорожник Это машина Которая может преодолеть Самые разные преграды На своем пути Мощь и сила За рулем такой машины Легко представить себя Первопроходцем Который следует Новые Неизведанные места Смотри Это тень какой-то машинки Может это грузовичок Нет Это не его тень Ты любишь машинки? Подпишись на канал Крошка Антошка ТВ У нас на канале Много машинок Вот едет еще одна Какая необычная машина Это ее тень? Нет Не ее Ищем дальше Может быть Эта машинка Подойдет Хотя нет Совсем уже Она маленькая Вот подсказка Эта машина Имеет отношение К школе Ой Смотри Школьный глобус На колесах Смешно Но глобус Не подходит Давай искать дальше Интересно А этот автобус Подойдет? Конечно Это тень Школьного автобуса Смотри Это корабль Это трактор Вертолет И грузовик Посмотри внимательно И покажи Колесный транспорт Трактор Наземный Гусеничный транспорт Вертолет Воздушный Корабль Морской транспорт А грузовик Наземный Колесный транспорт Грузовики Перевозят грузы Легкой дороги Грузовичок Ух ты Это силуэт Какой-то машинки Может это автокран Нет Может автобетономешалка Не подходит Приехал колесный погрузчик Но это не его силуэт Может автоцистерна потеряла свой силуэт Нет Вот грузовичок Но форма кузова и кабины Совсем другие А вот едет еще один грузовик Как раз Это его тень Это строительный грузовик Самосвал Большая Мощная машина И ей пора на работу Строительный самосвал работает на стройке Помоги самосвалу найти дорогу на стройку Какая дорога ведет на стройку? Эта дорога приведет нас к автозаправочной станции А эта дорога в автосервис Вот правильная дорога Которая приведет наш самосвал на строительную площадку Вот наш грузовик-самосвал едет на стройку Там ему в кузов загружают разные грузы А разгружаться он умеет сам Поэтому его и называют грузовик-самосвал Смотри, две похожие картинки Но между ними пять отличий Попробуй их найти Сравнивай внимательно части картинок Можешь даже поставить мультик на паузу Чтобы отыскать все отличия не спеша Давай посмотрим, что же отличает эти две картинки Цвет кабины грузовика Красный и синий Сдвинуты коробки внутри кузова Фонтан в парке нарисован только на одной из картинок И тележка сзади грузовика только на одной картинке А еще скамейка в нижнем углу Вот все пять отличий А сколько отличий у тебя получилось найти? Это тоже грузовик, но не самосвал Смотри, у этого грузовика закрытый кузов Его еще называют грузовик-фургон Едет, 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 едет автовоз Машинки потерялись, искать нам их пришлось Это подойдет? Нет, не подойдет А это подойдет? Нет, не подойдет Едет, 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 едет автовоз Найдет он все машинки, не надеясь на авось Это подойдет? Нет, не подойдет А это подойдет? Да! Огромная машина, могучий автовоз По трассе он несется, пыль из-под колес Сотни километров намотал на ось Найдет он все машинки, сомнения ты отбрось Едет, 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 едет автовоз Машинки потерялись, искать нам их пришлось А это подойдет? Нет, не подойдет А это подойдет? Да! Автовоз – могучая машина У него огромная платформа На ней он перевозит машины Много машин Он везет их далеко-далеко Вот какой он нужный, могучий автовоз Едет, едет, едет Едет автовоз Машинки потерялись, искать нам их пришлось Это подойдет? Нет, не подойдет Ну а это подойдет? Нет, не подойдет Едет по дороге, едет автовоз Найдет он все машинки, не надеясь на авось Это подойдёт? Нет, не подойдёт Может, это подойдёт? Нет, не подойдёт Огромная машина, могучий автовоз По трассе он несётся, пыль из-под колёс Сотни километров намотал на ось Найдёт он все машинки, сомнения ты отбрось Едет по дороге, едет автовоз Машинки потерялись, а он их все найдёт Это подойдёт? Конечно, подойдёт А это подойдёт? Да! Огромная машина, могучий автовоз По трассе он несётся, пыль из-под колёс Сотни километров намотал на ось Нашли мы все машинки, ура, мы молодцы! Оборудование для ремонта Запасные части Гаражный кран Автоподъёмник И набор инструментов Скажи, кто использует эти предметы в своей работе? Пожарный Учительница Строитель Или автомеханик Подумай, кто использует всё это в своей работе? Правильно! Автомеханик использует все эти предметы в своей работе А не пожарный, не учительница и не строитель Автомеханик работает в автосервисе Если машина поломалась, её привозят в автосервис на ремонт Автомеханик умеет чинить машины и делать так, чтобы они работали хорошо Как же там интересно! Вот автомеханик У него в автосервисе два подъёмника Как ты думаешь, для чего нужен подъёмник? Чтобы поднимать автомобиль для осмотра и ремонта? Или чтобы развлекать и катать друзей автомеханика? Конечно, для машин Подъёмник не место для игр Автомеханику нужен подъёмник, чтобы поднять машину и посмотреть, что под ней Он осматривает машину снизу и понимает, что нужно починить Чтобы автомеханику было лучше видно, он использует специальную мощную лампу Вот секретный завод, на котором производят роботов Но не обычных, а роботов-автомехаников Вот силуэт робота Давай соберём робота-автомеханика Вот составные части робота на кнопках управления Будем находить нужные части робота, чтобы установить их на правильные места Итак, устанавливаем колесо Вот оно! На нём робот будет передвигаться Нужно найти отсек с двигателем для колеса Отлично! Отлично! Устанавливаем А теперь ищем корпус робота Вот так Установим сначала одну руку-манипулятор Так, где она? Вот! Где вторая рука-манипулятор? Вот же она Устанавливаем Теперь голова робота Так Отлично! Соединяем все детали между собой Запускаем робота Так это же автомеханик Робби Знаменитый робот-автомеханик Его любят все машинки Итак, наш робот собран и готов приступить к работе А вот, кстати, его автосервис Но туда нужно ещё попасть Помоги роботу найти правильный путь к своему автосервису Давай искать вместе Эта дорога ведёт к нефтяным вышкам Эта дорога ведёт на пляж Это путь на нефтебазу А эта дорога ведёт на другой завод Она нам тоже не нужна Это путь к автозаправке По этой дороге мы попадём к магазинам А вот верный путь к автомастерской автомеханика Робби Отлично! Ну что, ребята, мы помогли автомеханику добраться до своего автосервиса И вот автомеханик Робби уже внутри своего автосервиса Где машинки уже ждут нашего автомеханика Он должен подобрать правильные колёса для автомобиля Квадратные колёса подойдут? Нет, не подойдут А треугольные? Нет, конечно Ну а круглые колёса подойдут? Да, круглые колёса – это то, что нам надо Но этот красный автомобильчик ждёт ещё одно обновление Автомеханик Робби решил установить на него автопилот Теперь он станет роботом-автомобилем Сенсорный блок автопилота установлен В путь Автопилот – это волшебная сила науки в автомобиле Которая помогает машине ехать самостоятельно, без водителя У такой машины-робота есть электронные глаза Они следят за дорогой и подсказывают автопилоту Что происходит вокруг автомобиля Эти электронные глаза называются сенсорами Пока-пока, машинка! Учим животных с машинками! Смотрите, какая необычная машинка! Давайте угадаем, на какое животное похоже эта машина На гориллу? На корову? Или на тигра? Правильно! Машина похожа на тигра Играем дальше А это необычная машинка для какого животного? Для льва? Для крокодила? Или для ленивца? Правильно! Для крокодила! А кто может ездить на этой машине? Страус? Питон? Или зебра? Конечно, зебра! Это было легкое задание! А сможем ли мы отгадать, на кого похожа эта машина? На собаку? На попугая? А может, на слона? Правильно! На слона! Следующее задание! Для кого предназначена эта машина? Для косатки? Для носорога? Для жирафа? Конечно, для жирафа! Если мы угадали вместе, ставь лайк! И последнее задание! Для какого животного эта машинка? Для гепарда? Для бегемота? Или для малыша-гиппона? Да, для бегемота! Мы молодцы! А теперь давай повторим! Тигр Крокодил Зебра Слон Жираф И бегемот Вот подводная лодка Она опустилась глубоко в море На самое дно морское Здесь можно увидеть много всего интересного И очень даже необычного Держим курс на подводную поляну Где гуляют крабы Большие и маленькие Вот это место! Мама краб И малыши-крабики Собрались на прогулку По морскому дну Смотри, они выстроились в ряд Большой краб Маленький Маленький Так малыши не потеряются А вот и другие крабы Они тоже хотят прогуляться Давай поможем этим крабам Правильно выстроиться в шеренгу Чтобы никто из малышей Не заблудился Сможешь продолжить ряд? Итак, все крабы выстроились в ряд Большой Маленький Маленький Снова большой Затем маленький И еще один маленький Снова большой Затем маленький И последний маленький крабик Отлично! Идите гулять! У нас получилось Помочь крабам Правильно выстроиться в ряд Теперь никто Не заблудится на прогулке Краб Интересное морское создание Крепкий панцирь Покрывает все его тело У краба есть клешни Они нужны крабу Чтобы защищаться Ловить добычу И даже передвигаться Ходит краб Боком Обитают крабы в воде Но некоторые могут жить И на суше Да А рыбы так не могут Вот большой камень На морском дне И по нему Кто-то ползет Ах! Это же осьминог! С этого камня Хорошо видно Как танцуют рыбки Осьминог любит смотреть На веселых танцующих рыбок Давай посмотрим и мы И вместе сделаем Музыкальную зарядку Для глаз От осьминога Следи глазками за рыбкой Вот так Как осьминог Вот еще одна рыбка Посмотри как весело На дне моря Еще одна рыбка Проплывает Следи глазками за рыбкой Вот так И еще одна Теперь сверху проплывает Рыба-еж Смотри как она Смешно надувается Снизу проплывает Электрический уголь Осторожно Вот еще одна рыбка Следи глазками за рыбкой Вот так Получается следить за рыбками А вот сверху проплывают Сразу две рыбки Они наверное подружки А теперь снизу проплывает Стайка рыбок-клоунов Это морской конек Смотри Как он кружится Вокруг нашего осьминога Кажется Осьминогу тоже нравится Эта зарядка для глаз И даже кит приплыл Вот это да Классная музыкальная разминка Правда? Пока-пока осьминог Сегодня было очень интересно Все, что мы увидели на морском дне Отличное было подводное путешествие Дорога в небо начинается с земли Из аэропорта Именно отсюда взлетают в небо самолеты Они похожи на огромных железных птиц Интересно, какие самолеты мы сегодня увидим в небе? Вот голубое бескрайнее небо Высоко-высоко в небе проплывают белые облака А что это за облаками? Это большой красивый самолет У него крылья, как у птицы Чтобы он мог лететь высоко в небе Этот самолет может вместить много пассажиров И их багаж Он может летать на очень большие расстояния Ты уже догадался? Этот большой и красивый самолет Который перевозит людей далеко-далеко Пассажирский самолет Давай запомним этот вид самолета А это будет нашей запоминалочкой Вот летит еще один самолет Этот самолет очень большой и крепкий Потому что ему надо перевозить тяжелые грузы Послушай, какой громкий звук издают его моторы Моторы у него мощные Они должны поднимать в воздух большие тяжести Он как гигантский грузовик в небе Перевозит важные грузы по всему миру Ты уже понял, что это? Этот специальный самолет, который перевозит различные грузы Это грузовой самолет Запомним и его Слышишь мощный рев? Что же это за самолет такой? Это супербыстрая и супермощная воздушная машина Которая использует специальные двигатели для своего полета Эти мощные двигатели с большой силой выбрасывают назад горячие газы И помогают самолету двигаться с огромной скоростью Эти самолеты разгоняются и летают намного быстрее других самолетов Знаешь, что это за самолет? Этот особый вид самолета с мощными реактивными двигателями И летающий очень быстро называется реактивный самолет Сделаем себе запоминалочку Вот среди облаков летит очень большой самолет Он похож на двухэтажный дом с крыльями Этот удивительный летающий дом может перевозить людей на очень большие расстояния У этого особенного самолета два этажа или две палубы Внутри у него много места для пассажиров Пассажиры могут располагаться и на верхней, и на нижней палубе Да, это самый большой пассажирский самолет в мире Он очень длинный и широкий Это двухпалубный пассажирский самолет И у нас еще одна запоминалочка Слышишь, летит еще один самолет Это быстрый, небольшой и очень удобный самолет Который помогает людям добраться до самых разных мест Для работы или для отдыха Он меньше, чем большие пассажирские самолеты Он как быстрое такси в небе Которое доставляет пассажиров быстро и удобно туда, куда им нужно У этого самолета реактивные двигатели Поэтому он может подниматься очень высоко в небо Этот особый вид самолета, который перевозит небольшое количество пассажиров Но с очень большой скоростью, называется реактивный пассажирский самолет Добавим к предыдущим еще одну запоминалочку О, что-то летит без звука Это как волшебный самолет без мотора Он может подниматься в небо и лететь благодаря ветру Для этого у него есть специальные крылья А вот мотора у этого самолета нет Это значит, он не шумит Такой самолет взлетает с небольшой горки Или с помощью катапульты Или его цепляют к хвосту другого самолета Поднимают на нужную высоту И отпускают в свободный полет Этот самолет ловит воздушные потоки И поэтому может летать долго Итак, этот особый вид самолета, который летает без мотора И похож на большую птицу Называется планер или глайдер А вот и наша последняя запоминалочка Далеко, далеко Остров машинок найти нелегко Какие машинки спрятаны там? Их силуэты подскажут нам А вот и силуэт Вот и машинка Но она не подходит Ищем другую Вот приехал автобус Но он тоже не подошел Будем искать дальше Ой, странная машинка Но это точно не ее силуэт Может, эта автоцистерна подойдет? Немножко похоже Но у нее другой кузов Не подошла А вот еще одна машина Может, грузовичок подойдет? Да! Это его силуэт! Мы нашли машинку по ее силуэту Эту машинку с тобой мы нашли Но нас силуэты ждут впереди Ну что ж, попробуем найти машинку и для этого силуэта Ух, как похоже Еще одна А ну-ка, сравним с силуэтом А вот эта машинка подходит Мы нашли тебя, машинка Хорошо, как хорошо Эту машинку нашли мы легко Силуэт Силуэт Где же машинка? Дай нам ответ Интересно, а для этого силуэта мы тоже легко найдем машинку? Гоночная машинка не подошла Попробуем еще раз Так, что это за машина едет? Сравним с силуэтом? Нет, она не похожа на наш силуэт Может, следующая машинка подойдет? А вот она как раз и подъехала Но пожарный фургон тоже не похож на этот силуэт Ищем дальше Машинка такси? Проверим Нет, это не ее силуэт Так, так, так Ммм, ретроавтомобиль Разве он подходит? Не совсем Сможем ли мы все-таки найти машинку для этого силуэта? Вот приехала еще одна машина Ура! Это ее силуэт И мы нашли еще одну машинку по ее силуэту Эту машинку с тобой мы нашли Другой силуэт Нас ждет на пути Силуэт Силуэт Чей же он? Найди ответ А у нас еще один загадочный силуэт Чей же он? Точно не этой машинке Зови другую машинку Может быть Эта машинка нам подойдет? Нет, это не ее силуэт И вообще она едет в другую сторону А вот как раз большой мусоровоз Но силуэт не его Ищем дальше Едет большой автобус Его ли это силуэт? Конечно Это силуэт автобуса Как здорово! У нас все получается Еще одну машинку нашли Но вот он новый силуэт на пути Силуэт Силуэт Где же машинка? Дай нам ответ Вот наш силуэт И? Какой-то необычный трактор Может это его силуэт? Нет, трактор и силуэт разные Будем искать подходящую машинку Интересно, мусоровоз подходит? Нет, не подходит Значит, ищем дальше Вот она, следующая машинка Очень похожа Но это не ее силуэт Нам нужна другая машинка А вот и она Прыжок? Нет Зовите следующую А ну-ка Очень похож Может этот внедорожник подойдет? Давай проверим Да Все-таки это силуэт внедорожника Мы справились Далеко Далеко Волшебный остров Найти нелегко Много машинок Спрятано там Мы все их нашли Мы молодцы Посмотри Вот 4 картинки с машинками Давай выберем одну Надо хорошенько запомнить картинку Чтобы заново Чтобы заново ее собрать Начнем собирать пазл С уголка На нем фрагмент дороги И задняя часть машины Добавим еще пазл Уже можно увидеть заднее колесо А этот кусочек куда? Правильно! А вот как раз и соседний уголок Вот так На этом пазлике стекло задней двери Вот еще один уголок Этот кусочек с передним колесом И последний сюда Мы собрали пазл Картинка оживает Машинка уезжает Такой тип автомобильного кузова Называется седан Это четырехдверный легковой автомобиль С двумя рядами полноразмерных сидений Давай выберем другую машинку Чтобы собрать с ней пазл Вот такая картинка должна получиться Начинаем! Вот первый пазл Теперь пазл с задним колесом И сразу с передним Ставим уголок с задней частью машины И нижний ряд у нас готов Подберем место для следующего пазла А этот кусочек кажется сюда На этом пазлике капот Последняя деталь И пазл собран Такая машина Называется пикап Это легковая машина У которой большой и открытый кузов В котором поместится много груза С какой из машинок мы еще не собирали пазл? Давай выберем эту Запоминаем И разбираем картинку на кусочки Давай на этот раз Постараемся сначала собрать Верхний ряд пазла Так Следующий пазл Лобовое стекло Дальше Кусочек с частью задней двери И снова уголок С дверью багажника У нас получилось собрать Верхнюю половину нашей картинки Это колесо Это колесо переднее или заднее? Переднее Найдем пазлик со второй половинкой Переднего колеса И нижней частью передней двери Так, а теперь пазлик с частью задней двери И задним колесом Осталось добавить последний пазл Нам удалось собрать и эту картинку Заводим машину и поехали Это хэтчбек У легковых автомобилей с таким типом кузова Бывает три или пять дверей Одна из которых дверь небольшого багажника У нас осталась четвертая картинка Из которой мы еще не собирали пазл Запомнили картинку? Тогда превратим ее в пазл Этот кусочек ставим сюда К нему подбираем вот этот Задняя дверь на месте Вот и соседний пазлик Теперь пазл с лобовым стеклом Ставим его сюда Капот должен быть здесь А это пазл с передним колесом Осталось собрать заднюю часть машины Ставим задний бампер И последний недостающий кусочек Наш пазл с машинкой собран Ребята, вы заметили, что эта машина крупнее остальных? А еще она мощнее других легковых автомобилей Такая машина называется внедорожник Это автомобиль повышенной проходимости Он может проехать по любому бездорожью Понедельник, вторник, среда, четверг Пятница, суббота, воскресенье Понедельник, вторник, среда, четверг Пятница, суббота, воскресенье Первый день каждой недели Непременно понедельник Мы узнали за игрой То, что вторник, день второй Знают все наверняка Третий день это среда Четвертый день всегда Мы запомним без труда Пятница это день пятый Очень просто и понятно А суббота, день шестой И к тому же выходной Воскресенье, день седьмой И он тоже выход На недельник, вторник, среда, четверг Пятница, суббота, воскресенье Понедельник, вторник, среда, четверг Пятница, суббота, воскресенье Понедельник, вторник, среда, четверг Семь прекрасных дней в неделе Имена их с вами спели Повторим мы их сейчас И будем помнить каждый раз Когда новый день настанет Солнышко ясное встанет С добрым утром скажет нам Все разбежимся по делам Счастлива день проживать Новый день недели ждать Понедельник, вторник, среда, четверг Пятница, суббота, воскресенье Понедельник, вторник, среда, четверг Пятница, суббота, воскресенье Выучили всей недели дни И немножко подросли Выучили дни недели И немножко повзрослели Пятница, суббота, воскресенье Пятница, суббота, воскресенье